Я новости стараюсь каждый день смотреть и смотреть, как он, переживаю, чтобы у него все прошло хорошо. Как сын, он очень внимательный. Я чувствую его тепло, любовь его чувствую. Он много мне уделяет внимания. Он забегает, спрашивает, может чем-то помочь, может что-то нужно. Я чувствую его внимание. Я в данный момент на пенсии нахожусь. Всю жизнь проработала медсестрой в садике. Они были всегда при мне. Я всегда, когда они подросли, я всегда чувствовала такое, что охота у меня была, чтобы они были маленькие, чтобы взять за ручку, пойти на работу с ними. Они сходили в тот же садик, где я работала, и домой прийти вместе с ними за ручку. Когда они болели, я старалась на больничный, конечно, не ходить. У меня там в кабинете изолятор. Я их изолирую, а сама работаю. В детстве он был очень хулиганистый. В школу меня вызывали несколько раз. Но не по поводу учебы, а по поводу поведения. Бывает на уроке просто, как мне учителя говорили, вот он сорвал урок. Я спрашиваю, как он сорвал урок, что он сделал. Мне говорят, вот он что-нибудь скажет, а весь класс хохочет. И вот он уже все, сорвал урок, получается. Ну, а так по учебе нормально было у него, хорошо. Ну, так в смысле, что дрался, бьет? Нет, этого не было. Он увлекался музыкой всегда. У него всегда, я с работы прихожу, когда он в школе учился, полный зал мальчишек. Они сидели, слушали музыку. У него много было пластинок всяких, записей. Он очень этим увлекался в детстве. В школе я в начальных классах учился. Его все приглашали на скрипку. Очень говорили слух у него хороший. Ну, как-то это не мое, он сказал. Когда он еще маленький был, он у нас у бабушки, у дедушки чемодан переворачивал. Был чемодан такой, остановился на чемодан, от утюга шнур брал в руки и пел песни. И он как будто бы на английском. А бабушка его спрашивает, Вова, ну ты бы хоть по-русски что-то спел. Он говорит, бабушка, ты что не понимаешь, я на английском пою. И еще бывало у него, он играл всегда, телевизор же это раньше как. Не так, как возможности. Много было чего посмотреть. Ставил журнальный столик, брал бумажки, туда каракули всякие напишет. Потом садится и говорит, я диктор. И начинал читать, что попало всякие это. Но сидел за столом и перекладывал эти бумажки, говорил, я диктор. Это вот еще до школы вот этим он это делал. Пластинки он любил, еще маленькие, совсем маленькие был. Крышки от кастрюли берет, вот так вот руками берет, чтобы за это не взяться. Крутит ее пластинку и сидит слушает. Он работал диджеем, да, и поет он, и диджеем работал. И в клубе он в школе организовывал еще что-то, еще со школы шло вот это. Потом после армии он работал диджеем. Я почему-то его в рабочей профессии не представляла, конечно. Как вот, чтобы где-то. Ну, как-то думала, что он пойдет вот по этой, по этой стезе. Я им горжусь, конечно, что он сам всего добился. Здесь вот с нашей стороны никакой помощи не было. Что он сам хорошо закончил, неплохо школу. Что отслужил армию. Что в профессии сам все это, всего, что вот у него есть, это он сам добился. Что сейчас вот и, как он, живет все это, он старается делать. Как? То, делает все то, что я довольна им. Можно сказать, что у меня две дочки, да. Я довольна своими снохами. Они у меня молодцы, они всегда мне помогают. Я очень довольна. Я Вове говорила, ты долго выбирал, выбрал очень правильно и хорошо. Я женщинам всем желаю, конечно, здоровья. Самое главное – здоровья. Успехов, любви. Чтобы у детей было все хорошо. Когда у детей все хорошо, и мама довольна, и мама счастлива. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...